МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. В одном из троллейбусов я увидел всего лишь два человека. Выход на линию общественного транспорта в вечернее время под контролем мэрии. Особое внимание этому направлению постоянно уделяет президент РФ. Поддержку общественных некоммерческих организаций обсудили на коллегии премарии города. Главное, из-за чего покидают люди место работы, это уходит от человека. После Нового года люди чаще ищут работу, чем в другие месяцы. Почему так, комментируют специалисты. Данному обвиняемому запрещено общаться с определенным кругом лет. В Краснофлотском районе сотрудники ФСИН открыли новый отдел. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики и слушайте дальше. Зимняя режиссерская лаборатория 2019 открылась в Театре драмы. Тут каждый сам для себя. Уже варьирует, какую выбрать категорию. Чемпионат края по спортивной борьбе проходит в Хабаровске. Пистолет, пулемет, шпаги на ППШ. В начале 40-х годов участвовал в Великой Отечественной войне. Участники клуба военно-исторической реконструкции заняли боевую позицию в администрации города. Знакомят всех с историей Великой Отечественной войны. В планах расширить фронт занятий и проводить большие фестивали на территории города. Для этого хотят получить статус некоммерческой организации. Сейчас мы находимся на стадии регистрации НКО. Уже очень долгое время существуем как просто военно-исторический клуб. И будем уже подавать документы, чтобы выигрывать в дальнейшем гранты, участвовать в проектах. Гранты очень необходимы, так как вся форма вооружения, техника, все это стоит очень больших денег для того, чтобы ее применять в военно-исторической реконструкции. В Краевом центре около 1400 НКО. С каждым годом их количество отрастет. Как помогают некоммерческим организациям в Хабаровске, рассказывают на коллегии Примыри. Всего, если брать все структуры администрации города Хабаровска, поддержано около 50 социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму более 22 миллионов рублей. Предоставляет гранты некоммерческим организациям инициатива президента России. В 2018 году в стране на деятельность НКО из федерального бюджета выделено 8 миллиардов рублей. Часть этих денег поступает муниципалитетам, часть можно получить по федеральным программам. Так, Албазинский острог, в котором находится музей живой истории на улице Традищева 8D, был построен за деньги президентского гранта. У хабаровских школьников появилась возможность переместиться в Средневековье. За идею воссоздания крепости хабаровчанина Олега Безгодова Владимир Путин поблагодарил лично. Мы даем школьникам потрогать все экспонаты. Мы не спрячем за стеклом. На заседании при мэрии обсудили, как активизировать работу некоммерческих организаций и сколько денег нужно для реализации наиболее важных проектов. Это все проекты нацелены и направлены на человека. Да. На человека. Поэтому давайте мы сделаем все-таки анализ и скажем самим себе, что сегодня некоммерческие организации, советы, которые работают на территории города Хабаровска, они прежде всего нуждаются в нашей помощи. А наша помощь, ну вот только вот грантовая система, которая позволит разрабатывать проекты. Также на коллегии при мэрии города обсудили, как идет работа по укреплению межнациональных связей. Для этого в Краевом Центре проводят различные форумы и фестивали, которые освещаются в СМИ, в том числе и нашим телеканалам. Рассказывать о добрых и полезных делах и в дальнейшем будут Павел Ивошин и Евгений Власов. Хабаровск. События. Как вечером добраться до дома на общественном транспорте – больной вопрос для многих хабаровчан. Горожане обращаются с жалобами в администрацию. Та, в свою очередь, проверяет работу системы. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проехал по городу после 22 часов и поделился журналистами своим мнением о загруженности транспорта в вечернее время. Проезжая по городу, я не увидел коммерческого транспорта, работал только муниципальный транспорт. Ну, в одном из троллейбусов я увидел всего лишь два человека. Вот представляете, да. То есть сегодня здесь уже надо рассматривать вопрос о другом виде транспорта, работающего после 20.00, менее затратном. В часы пик по городу ежедневно курсирует более 700 автобусов. Но расписание общественного транспорта в вечернее время постоянно корректируется в зависимости от загруженности маршрута. Так, после 20.00 на линию выходит 405 единиц подвижного состава. После 21.00 часа их количество снижается примерно в два раза. Последние автобусы, троллейбусы и трамваи отправляются в депо в полночь. Мы же не зря сегодня ввели систему ГЛОНАСС и систему датчиков, учитывающих провоза пассажиров в общественном транспорте. Мы же не зря сегодня ввели безналичный расчет. Это четко 100% показатель количества перевезенного пассажира на том или ином маршруте. Вот сегодня необходимо заняться этим анализом перевезенных пассажиров в определенный промежуток времени. Кроме того, по поручению мэра в Хабаровске прорабатывается вопрос оснащения всех остановок общественного транспорта информационными табло. На них должны быть указаны проходящие маршруты и временной интервал между машинами. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша и Александр Марченко. Хабаровск. События. По статистике, в начале года люди чаще обращаются в центр занятости или кадровое агентство. Возможно, просто хотят перемен, а может, перестали устраивать условия работы. Сейчас мы постараемся разобраться в причинах этого явления. Главное, из-за чего покидают люди место работы, это уходит от человека. То есть, когда к нам приходит человек и говорит, я сменял место работы, и мы спрашиваем, почему, выясняется, что он ушел, потому что изменились условия работы. А условия работы меняются чаще всего, потому что появился новый руководитель, появились новые требования, появились новые задачи, может быть, с которыми человек не справляется. Еще маленький нюанс, который тоже сказывается, корпоративы новогодние. Вот там иногда проявляются некое личное качество кандидатов, которые приходят к нам на вакансии. То есть, иногда причина бывает в этом. Однако работодатели перемены не очень любят, поэтому вакансии предлагают на протяжении всего года равномерно. Только в центре занятости предложений для соискателей около пяти тысяч. А есть еще и кадровые агентства. Бывают небольшие, допустим, подъем, количество вакансий. Но когда начинаются сезонные работы, это лето, то есть весна, лето. Это торговля у нас активизируется, там, допустим, какие-то рыбообрабатывающие производства делают заявочки нам. Ну и начало сезона на сезонные работы. Рынок труда, по словам специалистов, за последние годы поменялся кардинально. Если раньше трудиться на одном месте много лет считалось нормальным, то теперь это вызывает недоверие. Люди не боятся менять работу. Иногда меняют ее в корне. Например, получив новую специальность в центре занятости. Мы планируем обучать по тем же профессиям, которым мы обучали в 2018 году. Это рабочие профессии. Экскаваторщик, бульдозерист, водитель категории БЦ. А также у нас в нашем перечне появились новые профессии. Помощник воспитателя, бармен, официант, портной, кондитер. Любови Назаровой 43. По специальности она экономист. Им и работала. График минимум с 9 до 6. А иногда приходилось работать сверхурочно. В прошлом году мне понадобился гибкий график. По семейным обстоятельствам мне надо было с ребенком. И я не могла себе позволить работать всю неделю. Поэтому мне пришлось уволиться. И я оказалась здесь в центре занятости. Предложили ряд профессий. И я выбрала визажиста. Хотя при этом я сама особо не люблю ни краситься, ни ресницы себе не наращиваю. А вот другим это кайф. Вакансию выбрала за 5 минут. Прошла двухмесячное переобучение. Работу нашла, но сначала боялась, что не сможет из-за большой конкуренции. Чтобы быть востребованным на рынке труда, нужно постоянно учиться. И такие специалисты на расхват. Сейчас кандидат немножко избалован, немножко расслаблен. И специалист грамотный, он может диктовать условия. Раньше была ситуация, когда работодатель выбирал, кого он себе возьмет. Сейчас ситуация резко поменялась. Сейчас сам сотрудник выбирает, куда же он пойдет. Специалист с высокой квалификацией может выбирать условия труда и претендовать на высокую заработную плату. Например, врачи могут получать до 90 тысяч рублей. Начальник отдела продаж до 60 тысяч. Директор по развитию персонала до 100. Водитель тяжелой техники до 120 тысяч рублей. А региональный представитель или финансовый директор могут рассчитывать на 250. Желают всем финансового благополучия Владислав Игнатьев, Александр Марченко, Евгений Власов. Хабаровск. События. Проверяем лицо, в отношении которого выбрано мероприятие домашнего ареста. Вообще у нас состоит три подобных лица. Илья Науменко – инспектор службы исполнения наказания. Его задача контролировать людей, которых подозревают в совершении преступления, либо которые уже осуждены. На этой неделе его отдел в Краснофлотском районе расширился. И это напрямую повлияет на эффективность его отдела в этом районе. Минимум два раза в неделю сотрудник в СИН должен посещать заключенного под домашним арестом. За действием проверяющего тоже идет контроль. На груди у него установлен видеорегистратор. По правилам арестованный должен показать работающий браслет и станцию, которая установлена у него в квартире. Можно высказывать и жалобы. Этому мужчине хотелось бы, чтобы дистанция сигнала была чуть больше. Тогда он мог бы во время ареста сделать, наконец, ремонт на балконе. Напротив двери стоишь, перекурить можно и обратно. А чтобы вправо-влево, балкон почти 6 метров. От стены до стены уже не ловит сигнал. А сами понимаете, да, то есть лучше все-таки быть дома, нежели... Нет, ну ясно понятно. В Краснофлотском районе на учете у сотрудников СИН находится 400 человек. Данному обвиняемому запрещено общаться с определенным кругом лиц. Именно со свидетелем по данному уголовному делу. В этом деле указан список фамилий, с которыми подозреваемому в преступлении запрещено контактировать. Закон о новой мере наказания, запрет определенных действий, вступил в силу в 2018 году. Только по этому делу сотрудники регулярно встречаются с шестью свидетелями. Их задача выяснить, не оказывается ли давление на очевидцев. В отдел приходят и граждане, которые недавно освободили смесь лишения свободы. Здесь они ведут себя подчеркнуто вежливо. Но чтобы определить их истинное душевное состояние, психолог проводит тесты. Склонность к лжи, склонность к агрессии, скрытой агрессии. То есть он может быть внешне очень улыбчив, но в рисунке мы все это увидим. Склонность к раздражению, да, особенно против... То есть у нас есть рисуночные методики, где мы можем увидеть негатив, который он проявляет к обществу, к сотрудникам, к окружающим. До сих пор всю эту работу приходилось проводить в отделе, где было всего два маленьких кабинета. Он находился в Северном округе. Переезд на Матвеевское шоссе 3 позволил значительно улучшить условия труда, а также транспортную доступность от дела. По словам экспертов, это скажется на качестве контроля и напрямую на безопасности города. Законодатель всегда дает возможность осужденному, если это предусмотрено законом, все-таки отбывать наказание, не связанное с решением свободы. И одна из наших задач – это не допустить повторной преступности. Месяц назад один из последственных нарушил домашний арест. Сотрудники отдела Краснофлотского района это зафиксировали и отправили хабаровчанина в СИЗО. По статистике, в крае режим нарушает до 5% подозреваемых и осужденных. Все они заключаются под стражу. Антон Примачев, Александр Марченко. Хабаровск. События. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики и слушайте дальше. Повесть Чехова «Черный монах» стала основой для эскиза спектакля петербургского режиссера Дениса Хуснеярова. Постановка классическая, героев узнают те, кто знаком с произведением. Страдающий душевной болезнью магистр Андрей Коврин, отец и дочь Песоцкий и сам черный монах. Мираж или призрак, который является Коврину и становится его воображаемым собеседником. Просто Чехов придумал классный образ смерти. Она все равно, и вот мы сейчас с вами разговариваем, да, где-то уже ведь все понятно. Ну, во времени мы же все уже, ну, как бы и родились, и умерли. Нужно только время. Точно так же и здесь. Они все где-то ходят, наши черные монахи, и ждут. В театре драмы второй год подряд проходит режиссерская лаборатория. Для работы пригласили четырех режиссеров из северной столицы. За неделю им вместе с хабаровскими актерами предстоит поставить на сцене эскизы спектаклей. Что такое карамаз? Русский роман. Русская трагедия. Русская Без дна. Степан Пектеев ставит братьев Карамазовых Достоевского. Впервые роман он прочитал в 19 лет. У нас будут все действующие лица романа, но скорее это все пропущено через личность артистов. То есть на сцене мы увидим, прежде всего, артистов, которые знакомятся с этим романом. О новых страданиях юного Вертера расскажет Мария Селедец. Время действия – 70-е годы, место ГДР. Главный герой артистично страдает, в том числе, из-за отношений с отцом, с которым никогда не виделся. Главный герой, которого не зовут Вертер, но он находит книжку Гёте. И есть много параллелей из его истории личной и из истории Вертера. 19 января в 16 часов на малой сцене представят постановку «Алексей Каренин» в 19 часов на «Большое черного монаха». 20 января в то же время зрители увидят новые страдания юного Вертера и братьев Карамазовых. Билеты можно будет купить перед показом. В эти же дни в Театре драмы пройдут бесплатные лекции от театральных критиков. Анастасия Незнанова, Евгений Власов, Хабаровск. События. Чемпионат «Края» по спортивной борьбе сразу в двух дисциплинах – «Вольной» и «Греко-римской» проходит в эти дни в Хабаровске. На ковре как опытные спортсмены, так и юниоры. Очень важную роль в борьбе играет весовая категория. Вся прелесть в том, что борцы сами выбирают вес, в котором им удобнее соревноваться. Тут каждый сам для себя уже варьирует, какую выбрать категорию, потому что, ну, допустим, кому-то удобно. И я, в принципе, выступал в той категории, где мне не нужно было сбрасывать вес. Где-то был порой я меньше своих соперников. И, тем не менее, мне комфортно себя чувствовал. Многие хабаровчане, и не только хабаровчане, частенько задумываются над тем, чтобы избавиться от лишнего, по их мнению, веса. На этих соревнованиях мы нашли как минимум два способа. Во-первых, нужно заниматься спортивной борьбой, а во-вторых, не ездить в Азербайджан. Хабаровчанин Эльдонис Мустафаев выступает в весовой категории 100 килограммов. При этом фактически весит 93. Приходится бороться с теми, кто потяжелее. Но это не проблема. Решение было то, что на родину поехал, там поел, а так в другом весовой категории выступал. На родину это куда? Это в Азербайджан. Ну, я раньше был в детстве пухлый, потом сбросил, вообще худенький был, а потом опять набрал то, что ездил. Да и тренировки сократил, потом пожалел, и сейчас опять тренируюсь в режиме. В общем, если не хотите набрать вес, не ездите в Азербайджан. Да, да, да. Кроме того, что борцы любят шутить, это по-настоящему универсальный вид спорта. А умение выходить из непростых положений на ковре всегда может пригодиться и в обычной жизни. Так борцы, если захотят, конечно, могут сменить вид спорта, а вот обратное нереально. Как говорил мой тренер, да, Суханов Дмитрий Владимирович, то есть его борец всегда может пойти, да, и заняться другим видом спорта, и он будет там успешен. Допустим, борец может пойти и стать футболистом, да, ну, то есть даже не профессиональным, но он сможет играть в футбол. А футболист, если придет в борьбу, он бороться не сможет. Более подробно об успехах и ближайших планах борцов мы расскажем в программе «Хабаровск. Спортивный» в ближайшую пятницу. Сергей Щербаков, Андрей Третьяков. «Хабаровск. События». Субтитры создавал DimaTorzok